Приветствую вас, друзья! Мне очень, конечно, приятно, что мне часто пишут в комментах, что наши ролики, которые я делаю в данном случае сейчас, являются большой поддержкой психологической. Ну, кому-то это очень важно, кому-то это очень нужно, кому-то это очень полезно, а может быть просто приятно. И вот сейчас хочу кое-что сказать. Дело в том, что как справляться с недугами, и использовать свои негативные эмоции, трансформировать их в положительные переживания для творчества и здоровья. Это очень важная тема, потому что очень часто я сам нервничаю. Что-то случится там, раздражение какое-то. И в этот момент я ловлю себя на этой мысли. Как хорошо, что я понервничал. Живой, значит, в конце концов. Но это же внутри меня. И могло бы и остаться внутри меня, и задавить меня, и зациклить меня, и заставить меня переживать, и больше ни о чём не мочь думать, как говорится. Но я трансформирую. Я научился. И многие из вас умеют это делать. Да. И потому что в нашей школе человек будущего, хомо-футурус, этому мы учимся. Да. Выходить на нулевое состояние, разгружаться там, перезагружаться. Мы на этот ноль умеем выходить так быстро, как никакой метод мира. Потому что мы определили, что такое нулевое состояние. Это отсутствие сопровождения эмоциональными процессами, мыслительных процессов. Да. Это как располовинивание функциональное, двух половин мозга. И я сейчас поэтому решил сделать эксперимент. Поскольку многим это нужно, вот эта разгрузка, перезагрузка, то, что мы делаем быстрее и лучше всех в мире. Потому что по науке у нас есть новые принципы, правила подбора приемов путем их перебора. А сам процесс развивает творческое состояние, творческое мышление, изобретательские способности. Открывает новые таланты в себе, о которых даже не подозревал. И поэтому я подумал, а что бы не сделать этот эксперимент? Одновременно. Чтобы это была поддержка. Одновременно, чтобы это была разгрузка. Одновременно, чтобы это было и развитие творческих качеств, о которых действительно вы раньше в себе не подозревали. И в этом мне помогают наши участники Школы Человек Будущего. Вот я сегодня несколько часов с таким удовольствием, с таким счастливым ощущением, вдохновением общался с одним из участников, вернее участницей. Но она не хочет, чтобы я имя называл. Скромная такая. Ну, страна должна знать своих героев, поэтому, я думаю, наступит время, когда она сама скажет, кто она такая. Ну, она же наш участник Школы Человек Будущего, хомо-футурс, конечно, скажет потом. Да. А вот сейчас мы с ней что делали? В коллективном разуме. Я показывал эту картину танцовщицу, которая многократно-многократно у меня переделывалась, и она мне сказала, знаете что, она мне сказала, она же у вас была хорошая, что же вы ее опять испортили? Ну, да, критику мне наводить можно, пожалуйста, с удовольствием воспринимаю, потому что это резервное улучшение, да? Я сказал, давай вместе попробуем, вот так мы говорили в интернете, давай вместе попробуем, что тебе там не нравится и что нравится. Вот как мы и делаем иногда, коллективный разум такой. И вот результат. Я очень ей благодарен. Я очень благодарен, это поразительно. Я сейчас приду к тому, с чего я начал, но сначала еще скажу кое-что. Каждая картина моя имеет свою легенду. Ну, я когда рисую картину, я же там воображаю себе, что я хочу сделать, правда же? И вот это танцовщица, танцовщица. Вот глазки мы с ней сделали вот так, что она прямо вот такая, и она прямо такая, как будто бы она и в космосе, и в воде, и в небе, и танцует. И это как бы вот, ну, как в традиции лучших мастеров, да, как в традиции лучших мастеров, ну, очень хорошая картина, ну, что сказать. Ну, и вот, она же мне подсказала следующее. Поскольку каждая картина моя имеет легенду свою, значит, у меня была картина, связанная с тем, что любимая, это по легенде, любимая мне девушка попросила нарисовать ей картину. Это легенда такая. Но поскольку она не любит удручающих картин, а любит именно светлые такие, хорошие, чтобы прямо было солнышко, я нарисовал это солнышко. Я рисовал, 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 да, нарисовал это солнышко, назвал ее «Девушка солнца». И вот, участник нашей школы, человек будущего, Homo futurus, подсказала мне, она говорит, вы посмотрите, что вы сделали. Вы непроизвольно сделали свой автопортрет. Да как это так? Она мне прислала, она там сфотографировала, ну, как-то отсканировала и прислала два этих образа. А мой глаз, вот этот вот, вот этот, вот этот глаз, оказывается, здесь, в этой картине, в «Девушке солнца», вот он. Автоматически так получилось. Картина светлая, хорошая, мне уже там подтвердили это много раз, когда я делал прошлые ролики, но сейчас я раскрываю как раз-таки глубину смысла этой картины. Оказывается, каждый художник, наверное, вы это тоже все знаете, невольно проецирует свое состояние, самое себя, и даже в стоге сена, и даже если он рисует птицу, или даже если рисует солнце, или для любимой, по легенде, «Девушка солнца», он невольно рисует себя. Да. А тем более этой девушке было бы приятно иметь эту картину, поскольку она просила нарисовать ей картину, она повесит ее на стенки и каждый раз будет на нее смотреть и видеть мой портрет. Да, получился мой автопортрет. Вот видите, как интересно, да? Одновременно мы здесь, сейчас, говорим и о творчестве, и о психоанализе, так называемом, как человек проецирует свои творческие качества на любой объект, которым он занимается. Я же писал в свое время, заставь его, человека, не любить, и не сможешь. Заставь его не творить, и не сможешь. Да, потому что люди так устроены, мы же люди, человеки, человеки. А это уже там разница другая, кто мужчина, кто женщина, кто ребенок, кто дедушка, кто бабушка. Это уже, так сказать, а мы человеки все. И в каждом из нас творец, и в каждом из нас любовь. И без любви совершенно невозможно. Поэтому художнику нужна муза. А поскольку недуги и недостатки, которые у нас бывают, и негативные эмоции, например, от напряжения, раздражения, взорвался неожиданно, меня там кто-то спрашивает, а вы что, всегда такую равновешенную, или бывает, что вы нервничаете? Да, я написал, конечно, я бывает, что нервничаю и взрываюсь эмоционально, а как же? Она так удивилась там в комменте, и что же вы с этим делаете? А я это трансформирую. Для здоровья и творчества. И она мне там написала, она написала, вы можете рассказать об этом, как вы это делаете? Ну, во-первых, многие люди сами по себе умеют это делать. Инстинктивно, интуитивно, как угодно можете это называть. Во-вторых, этому можно учиться, и раскрывать себе вот эти инстинктивные начала к созидательности, а не только к выживанию, и не только к продолжению рода. А чтобы это и продолжение рода, и выживание, эти инстинкты трансформировались на более высоких уровней, и называется типа сублимации, да, развитие личности. Вот это все так раньше называлось, сейчас не знаю, как называется. Может быть, тоже так же, да. Но дело-то вот в чем. А вы вот поглядывайте, поглядывайте, как она хороша. Поглядывайте. Да. Одновременно делаю поддержку. Дело в том, что у меня речь такая, что многие заметили, что когда я разговариваю, невольно что-то происходит. Человек как бы отвлекается от всех своих проблем, выходит на какое-то состояние такое приятное, миротворное, такое спокойное, уравновешенное. Видите, как я говорю, как опытный, как опытный, опытный, опытный специалист, психотерапевт, психолог. Назовите это как угодно. Но я тот человек, который, как и любой человек, который несет радость, а потому, что каждый человек творец, повторяю, он невольно, когда говорит о любимом деле, он нас заряжает дополнительно. А почему мы нуждаемся в поддержке? Почему мы все нуждаемся в поддержке? Потому что, когда мы находимся в негативном состоянии, мы забываем. Мозг наш так устроен, машина мозга так работает, наша нейрокибернетика психофизиологическая, она так работает, что внимание наше осуживается, зацикливается на нашем переживании негативном, и мы теряем внутри себя тот миллион надмирных связей, которые присутствуют в нас всегда, когда мы находимся в состоянии гармонии, в состоянии целостности, в состоянии психического здоровья, вслед за которым и любое телесное нездоровье легче поправляется. Поэтому, чтобы справляться с недугами любыми, нужно знать три вещи. Первое. Какой бы ни был недуг, какой бы ни был недуг, психосоматический, физический, или еще какой-то, заболели, лежите с поломанной ногой, или еще что-то. Ключ вам поможет, потому что вы можете подобрать для себя такие простые действия, которые вам организм подсказывает. Но вы их просто раньше не знали, что эти действия, например, нога дрожит немножко, так возьмите и подрожите ногой. Просто не знали. Ну, много таких там действий происходит у человека, которого он не знал, и поэтому думает, что это неправильно, и блокирует. А на самом деле надо дать выход. Надо дать выход. Вот когда ты нервничаешь, переживаешь, тебе хочется вот так что-то сделать, да, ты потренируйся. Потренируйся. Сделай разгрузку. Как это делается? Для того, чтобы научиться справляться со своими недугами, недостатками, самосовершенствоваться, саморазвиваться, для этого надо сделать себе небольшой курс. То есть выделить себе три-четыре дня, когда вы можете, можете хотя бы пять минут быть наедине с самим собой, чтобы вам никто не мешал, да. Но хочется вам поорать, возьмите, поорите. Можете внутри себя поорать. И в этот момент, когда вас трясёт, когда вы хотите кому-то врезать там или ещё что-то сделать, вот вы возьмите мысленно, проделайте эти все движения, а ещё лучше, возьмите их, сделайте рефлекторно. Да, сделайте рефлекторно. Хочется плакать, плачьте, хочется дремать, дремлите. Да, вот находитесь в таком состоянии, как ребёнок. Как ребёнок, дайте себе пять минут побыть самим собой, как капризный ребёнок. Видите, как я разговариваю, да? А, ну, конечно, конечно, конечно. И вот вы тогда заметите, что когда вы позволяете себе хотя бы пять минут в день, хотя бы несколько дней, побыть самим собой, вы начнёте чувствовать, как много снялось у вас проблем, как у вас восстанавливается утраченная, может быть, ранее гармония, да, душевное спокойствие, в глубине души появляется какая-то защищённость, успокоенность, такое ощущение внутренней лёгкости, внутренней свободы, когда хочется творить. Потому что вслед за восстановлением, вслед за снятием напряжения, как пары с чайника выше, вы успокаиваетесь, а когда вы становитесь самим собой, вы становитесь опять творцом, вы творец, вам хочется творить, созидать. И поэтому я начал сегодня ролик с этого, с того, что если вы хотите справиться с какими-то недугами, недостатками, первое, я сказал, вы возьмите и используйте простые действия, которые организм вам подсказывает. Второе, посмотрите ролики наши на YouTube-канале, особенно те, в разных описаниях, там есть слово ликбез, это бесплатно совершенно, но там есть и по часу, и по два, и по три, вы посмотрите. Там разные люди из разных стран, мы выходим вместе в Zoom, обмениваемся опытом, что такое саморегуляция, там много людей, которые свои приемы на основе саморегуляции, на основе этих принципов, правил и критериев подбора индивидуальных упражнений придумывают, которые в книги наши новые попадают, со своими именами, фамилиями, это же прекрасная школа, это окно в будущее. Так вот, второе, это ролики посмотрите, а третье, это будет и первым, и вторым, и третьим, всегда. Как бы вам не было больно, для того, чтобы вам было не больно, для того, чтобы боль превратилась в источник мудрости, чтобы опыт любой жизненный стал опытом мудрости, вашего расцвета, вашего здоровья, вашего самосовершенствования, и поэтому улучшения вашей жизни в целом, и жизни ваших окружающих, и детей, и взрослых, и бабушек, и дедушек, и ваших друзей, потому что, когда вы излучаете этот свет, когда вы светил, а то, что вы иногда раздражаетесь, да бога ради, вот вы научитесь так раздражения, когда у вас возникает негативная эмоция, когда у вас возникает раздражение, внутри себя, в этот момент, скажите, о, кайф какой, а теперь у меня дела пойдут, а теперь я сделаю то-то, то-то, вот это вот есть трансформация, ну, и, конечно, ключевая разгрузка с перезагрузкой, которую вы увидите там у нас в роликах, и, конечно, ликбезы наши бесплатные, и, конечно, вебинар, который скоро будет, объявление будет, посмотрите, зумы готовьте, чтобы туда выходить, я уверяю вас, такой доступный, такой простой метод, такой универсальный, который помогает и больным, мы не клиника, но метод работать со стрессом, люди просто забывают, когда у них переживания сильные, когда у них с рук все падает, когда у них что-то не получается, когда они в тупике, они забывают, что они просто в стрессе, который нужно просто снять, который легко сделать, если вы не знаете, как сделать сами, так я вам подсказываю, для этого есть метод ключ, и почему он универсальный, потому что, если не получается один прием, вы берете другое, и знаете, как это сделать, а сам процесс подбора, путем перебора, это и есть в принципе, модель жизни, проб и ошибок, только в жизни, в обычной, вы набиваете себе шишки, а здесь вы делаете это быстро, за несколько минут, ну посмотрите там, ключевую разгрузку, и не забудьте, пожалуйста, на будущем вебинаре, напомнить мне, показать еще раз ключевую разгрузку, ключевое дыхание, волну, хлест руками по спине, шалтай-болтай, дирижирование, даже может быть кулачок, ну какие-то эти приемы, напомните мне, чтобы мы снова их сделали, и вы увидите, какая радость возникает внутри, потому что появляется опора, опора, да, человеку нужна поддержка, поддержка это в нашей природе, и в нашем обществе, и в людях, в людях, общаясь с которыми, вам становится лучше, люди, общаясь с которыми, вы создаете какие-то улучшения в себе, в жизни, люди, общаясь с которыми, у вас возникает синергетический опыт взаимодействия, совместного, созидательного творчества. Вот, пожалуйста, еще раз обращаюсь и говорю, вот мы с этой дамой, которая имя свое не называет, но потом назовет, я знаю, просто знаю, когда-нибудь. Сделали? Если бы я мог вам показать ее вот так, ну, она такая высокая, эта картина, ее так не покажешь, чисто по техническим трудностям, да. Ну что, друзья, итак, суммирую, резюмирую, заключаю. Одновременно, одновременно я связал здесь, в этом ролике, поддержку. Разговор о необходимости избавления от недугов и недостатков с включением туда элементов ключа и творческого начала. Все вместе, все в одном, как в жизни и бывает. Только здесь мы это не разделили по частям, как обычно пишут статьи, как обычно делают картины, там, как обычно делают, там, что-то такое. А все вместе сказали. А нам есть. Почему так можно сказать? Потому что школа, человек будущего, это школа, которая открывает в человеке творца, а у творца возможности безграничные. До встречи, друзья. До связи.